Всем привет, друзья! В студии Реальный Басист и сегодняшнее видео у нас посвящено бренду MXR. Это топ-5 басовых преампов и перегрузов от MXR. Я думаю, что этот бренд представлять вам совершенно не нужно. Он на рынке с 70-х годов. На эффектах этого бренда играли такие великие люди, как Джимми Пейдж, Эдди Ван Халлен и другие. В конце 80-х бренд MXR был выкуплен компанией Dunlop и сейчас он является дочерним брендом. Но тем не менее MXR это очень динамично развивающиеся педали эффектов, которые по-прежнему завоевывают рынок и радуют нас всех. И сегодня мы поговорим об различных перегрузах и преампах из этой серии. Все эти педали предоставлены компанией LUTNER, как, впрочем, и эта замечательная красивая бас-гитара. За это им огромное спасибо. Ссылку на эту компанию я размещу в описании. Ну и давайте уже не будем задерживаться и приступим. Ну и начнем мы вот с этого замечательного прибора, который называется Bass DI+. Это двухканальный басовый преамп. Здесь у нас есть вход, параллельный выход для того, чтобы необработанный сигнал куда-то дальше пускать и отдельно обрабатывать. Дальше основной выход и DI-выход на XLR с кнопкой Ground Lift. Что очень удобно. Можно с DI-выхода посылать сразу готовый сформированный сигнал на пульт звукорежиссера. И дальше у нас есть два канала. Включаем преамп и у нас активируется по умолчанию чистый канал, в котором у нас здесь есть трехполосный эквалайзер. Давайте его послушаем. Как вы видите, у нас все ручки на 12 часов. Добавили низ. Добавили серединку. И добавили верх. У нас есть отдельно громкость чистого канала. Вот она. И также кнопка Color, которая добавляет низа. Ну и какой-то там свой, так сказать, зашитый эквалайзер присутствует. Мы здесь, получается, можем на чистом звуке нарулить практически любой тембр. Ну и второй канал у нас здесь. Это канал дисторшена. Включается он вот этой вот кнопкой. У дисторшена есть отдельная ручка громкости, что очень круто. Мы можем сделать его на таком же уровне, как и чистый сигнал. Можем сделать громче. То есть независимая регулировка. Это всегда очень классно. Дальше у нас есть ручка Blend. Это смешивание чистого и перегруженного сигнала, что тоже здорово для того, чтобы читался у нас звук в миксе. Ну и дальше у нас, естественно, ручка Gain. При помощи нее мы прибавляем. И убавляем количество перегруза. Ну и также у нас здесь есть ручка Trigger, которая работает в паре с кнопкой Gate. То есть здесь у нас есть опция гейтированного перегруза. Что это значит? Это значит, что когда этот режим активирован, я вот струны не держу. И у нас при этом срабатывает гейт и отсекает все шумы. И ручкой Trigger мы чувствительность регулируем. То есть как только я начинаю играть, гейт открывается. И происходит звук. Как только я перестаю играть, гейт закрывается и никакие шумы не проходят. По моему мнению, это очень классный преамп. С одной стороны простой, а с другой стороны абсолютно насыщенный функционал. То есть все, что нужно вообще басисту, здесь в этом преампе есть. Следующая педаль в этой линейке называется бас преамп. И это, вы догадались правильно, басовый преамп. Мне вообще нравится в MXR линейке простота педалей, но при этом высокое качество звучания. И собственно этот преамп как раз именно такой. Здесь у нас по функционалу все крайне просто. Вход, выход. И также есть встроенный DI-выход, при помощи которого можно сразу через XLR шнур отправлять на пульт звукорежиссера сигнал. И очень просто включается. Здесь у нас громкость входная, громкость выходная. Трехполосный также эквалайзер. Низкие частоты, высокие частоты и параметрическая середина. Кнопка Ground Lift и кнопка Post Pre-эквалайзера. Собственно, что касается эквалайзера, давайте его послушаем. Вот сейчас у нас все ручки на 12 часов. Чистый звук. Включаем преамп. Немножко добавляем гейна. Добавим низких частот. Добавим верхних частот. Получается очень прозрачный такой слэповый классный звук. Давайте попробуем экспериментировать с серединой. Поставил середину сейчас примерно на 400. И усилил ее. Стало так выпукло. Собственно говоря, и все. И весь функционал. Но при помощи этого преампа можно сделать практически любой клин тембр. Усилить сигнал на достаточно серьезное количество децибелов. Самое главное то, что он очень прозрачный и очень качественно звучащий. Ну и следующая педаль у нас Bass Overdrive. Почему мы, кстати, включили и преампы, и перегрузы в один список топ-5? Дело в том, что часто перегрузы можно рассматривать и трактовать как преампы. И очень часто одной из функций преампа является наличие перегруза. Ну что ж, давайте посмотрим на педаль. Опять-таки, функционал крайне простой, но качество просто. Вот он, напоминаю, чистый звук. И вот он, звук классического овердрайва. Из регулировок у нас здесь есть ручка драйва. Собственно, уровень мы можем драйва изменять от такого легкого песочка. Дальше у нас здесь есть ручка тона, которая позволяет нам, ну, немножечко формировать нашу частотную характеристику перегруза. То есть, как вы слышите, ручка тона делает поярче перегруз, либо более таким тусклым. Дальше у нас есть ручка громкости, но с ней все понятно. И ручка clean, это подмес чистого звука. Вот так вот у нас полностью отсутствует чистый звук. А теперь мы его добавим. И, естественно, таким образом он гораздо лучше будет читаться в миксе, когда вы подмешиваете чистый звук. Ну вот, собственно, и весь функционал. Все очень просто. На мой взгляд, звук шикарный, классический. Для тех, кто любит традиционный классический перегруз, я думаю, что эта педаль зайдет на ура. Следующей педалью у нас является Bass Distortion. Идем, так сказать, по нарастающей агрессивности перегрузов. И тоже здесь все очень просто по функционалу. Отдельно есть громкость чистого звука, отдельно есть громкость перегруженного звука. Напоминаю, чистый звук. Включаем педаль. Ну и, собственно, вот он Distortion. Добавить его прямо до конца и сделать практически фуз. Либо, ну такой, прям минимальный сделать. Ручка тона у нас регулирует, опять-таки, окраску. Делает наш перегруз либо более ярким, либо менее ярким. Ну и также здесь в центре у нас есть кнопочка, которая у нас переключает между двумя типами Distortion. Первый это LED Distortion, и второй это силиконовый Distortion. То есть там разные транзисторы установлены, которые клипуют. И давайте включим второй тип. Как вы слышите, они звучат достаточно сильно по-разному. То есть очень-очень серьезно отличаются по тембру два эти типа Distortion. Что очень круто, по-моему, потому что у нас здесь просто два в одном, можно сказать. Ну и последняя на сегодня педаль в нашем списке это MXR Bass Fuzz Deluxe. Это, как говорит название, фузовая педаль. И давайте посмотрим на нее поближе. По функционалу она очень похожа на предыдущую педаль. Здесь у нас ручка громкости чистого сигнала, ручка громкости обработанного сигнала, ручка тона и ручка непосредственно самого фуза. Давайте послушаем сейчас, как у нас влияет ручка тона на фуз. То есть вы слышите, насколько по-разному начинает звучать характер нашего фуза. И давайте теперь попробуем покрутить непосредственно уровень этого фуза. Вот начнем с минимального. Такой легкий песочек. Но при этом очень красиво музыкально звучит. Давайте будем добавлять потихоньку. Опять-таки простота этой педали и достаточно при этом широкая палитра звуков, которые можно нарулить, они, конечно, подкупают. ПОДПИШИСЬ! 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 Ну что ж, друзья, вот я вам показал и рассказал про всю MXR-овскую линейку касательно преампов и перегрузов. Напишите обязательно в комментариях, какая из этих педалей была ваша любимая. Лично мне они понравились все и, как я уже не раз сказал в этом видео, подкупает своей простотой и качеством звучания. И также очень весьма небольшим форм-фактором в любой педалборд они просто без проблем влезут. Хочется поблагодарить компанию LUTNER за предоставленные педали, ссылка на них будет в описании. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч, увидимся!